Уникальная группа памяти накануне выступила в Северодвинске. Продолжатели творчества Виктора Цоя, как сами себя называют музыканты, попытались погрузить зрителей в атмосферу прошлого, того времени, когда еще был жив их кумир. На концерте группы Виктор побывала наша съемочная группа. Их кумира нет в живых уже 20-е годы. Тем не менее, музыканты ежедневно выходят на сцену и исполняют его песни. Группа памяти Виктор накануне посетила и Северодвинск. В двухчасовом концерте только 10 минут отводится их собственным произведением. И это несмотря на то, что у группы 5 авторских альбомов. Мешать свое с творчеством кумира не хочется, говорят гости из Петербурга. Ведь зрители хотят слышать именно Цоя. Цоя для меня, значит, если не все, то как минимум учитель. Он меня научил жить. Посредством его песни я воспитывался. То есть вы меня сейчас видите воспитанным на песнях Цоя. Я вот такой сейчас есть именно благодаря песням Цоя. Группа Виктор вышла на сцену в 1995 году. Солист и основатель Асхат Колбаев изначально представлял ее как группу памяти. Долгое время музыканты трудятся под руководством директора группы кино самого Юрия Белишкина. За все годы творчества петербуржцы ни разу не усомнились в своем творчестве. А на прозвище «Двойники» обижаться не стоит, считает Асхат. Я уже решил, что я создам группу и буду наряду с кино существовать. Так случилось, что он погиб, а я служил в армии. И поэтому я в армии уже твердо решил, что группу я назову Виктор. В честь его, потому что я на его песнях воспитывался. Все очень просто. Цоя такой выдущийся человек. И то есть из рок-музыки он просто эталон в России. И я считаю, что мне очень интересно посетить этот концерт, послушать его музыку не только на пластинке, но еще и вживую. Его возможно переграть трудно, потому что у него много баре в аккордах. И достаточно тяжело они берутся. За время концерта среди подарков музыкантам оказалось немало цветов и даже изображения подводной лодки. А сам солист вручил книги и фирменные футболки своему, как выразился Асхат, коллеге, командиру зенитно-ракетного полка, полковнику Старченко. Ведь именно во время службы в этих войсках музыканту пришла идея создать такую группу. Наталья Аскерко, Семен Семегулин, Песник Северодвинска. Семегулин, Песник Северодвинска.